ТРИЛЛИОНЕР 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 А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит, «Вы очень милый и интересный человек, но почему вы не купите себе новые брюки, а заодно и шапку?» После этого заодно я подавился чаем, и золотушная молитва от девы показалась мне динс макабром. Но прозвучал звонок и спас меня. Вошел некто, перед которым все побледнело, и даже серебряные ложки съежились и сделались похожими на подержанное фраже. На пальце у вошедшего сидело что-то, напоминающее крест на храме Христа Спасителя на закате. «Каратов девяносто, не иначе, как он его с короны снял», — шепнул мне мой сосед, поэт, человек, воспевавший в стихах драгоценные камни, но по своей жесткой бедности не имеющий понятия о том, что такое карат. По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, потому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел рыжий палантин, потому, как у вошедшего Юрка бегали глаза, я догадался, что передо мной всем Непманам Непман, да еще и, вероятно, из Треста. Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась молитва девы на самом интересном месте. Затем началось оживленное чаепитие, причем Непман был в центре внимания. Я почему-то обиделся. «Ну что ж, из того, что он Непман, а я разве не человек?» и решил завязать разговор. И завязал его удачно. «Сколько вы получаете жалования?» спросил я у обладателя сокровища. Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта, кривой стоптанный каблук на левой ногу хозяйки, французский острый каблучок. Но богач не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то. Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки от деской работы. «Ммм, как вам сказать?» «Эээ, пустяки!» «Два-три миллиарда!» ответил он, посылая мне с пальца снопы света. «А сколько стоит ваши брии?» начал я и взвизгнул от боли. «Бритье!» выкрикнул я, не помня себя, вместо бриллиантовое кольцо. «Бритье стоит двадцать лимонов!» изумленно ответил Непман, а хозяйка сделала ему глаза. «Ну, в смысле, не обращайте внимания, он идиот!» И мгновенно меня сняли с репертуара. Защебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте. Во-первых, поэт всплескнул руками и простонал. «Двадцать лимонов!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» Он брился последний раз в июне. Непман понял, что он находится в... А, во-вторых, сама хозяйка ляпнула что-то несуразное, малое, насчет оборотов в тресте. Непман понял, что он находится в компании денежных младенцев и решил поставить нас на место. «Приходит ко мне в трест неизвестный человек!» Начал он, поблескивая черными глазами, и говорит, «Возьму у вас товару на двести миллиардов, плачу векселями!» «Позвольте!» Отвечаю я. «Вы лицо частное?» «Э-э-э-э!» «Какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя?» «Э-э-э!» «Пожалуйста!» Отвечает тот. «И вынул книжку своего текущего счета!» «И как вы думаете?» Непман победоносно обвелся их глазами, сидящих за столом. «Сколько у него оказалось на текущем счету?» «Триста миллиардов!» крикнул поэт. «Этот проклятый сон-кюлот не держал в руках больше пятидесяти миллионов!» «Восемьсот!» сказала хозяйка. «Девятьсот сорок!» Робко пискнул я и убрал ноги под стол. Непман артистически выдержал паузу и сказал «Тридцать три триллиона!» Тут я упал в обморок и что было дальше не помню. «Примечание для иностранных!» «Триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов!» «Тридцать три триллиона» пишут так. Ну здесь приведено «тридцать три и...» «Раз два три, раз два три...» «И... двенадцать нулей!» «И... тридцать три...»